Итак, первый, пожалуй, самый значимый вопрос – изменения в городской казне. Докладчик Ольга Баженова, начальник финансового управления, говорит, что корректировка расходной части коснется девяти муниципальных программ и непрограммных мероприятий. 3,3 миллиона в проекте бюджета планируется на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт проспекта Советский. Дополнительные средства необходимо направить и на обследование фасада и конструктивных элементов мемориала Победы и стелла в Усолье на площади Елькина. В результате оценщики подготовят заключение о способе ремонта этих памятников. В Березняках работу планируют начать уже в следующем году. С апреля уже начинать ремонт на работу на мемориале. Поэтому здесь вот именно из-за этого выходим в этот год. А по усольским объектам там тоже все видели состояние достаточно плачевное, понять, что там делать. То есть там мы пока не планируем работу на следующий год. Пока планируем только обследовать, чтобы понять движение дальше, куда идти. Еще 6 миллионов рублей предлагают выделить на проведение ремонтных работ и покупку мебели в учреждениях дополнительного образования. Речь идет о теплоходе Юнга Камы. Средства запрашиваются на внутреннюю отделку, проектную документацию на обустройство внутренних помещений, монтаж оборудования и звуковой аппаратуры, а также на наружную отделку корпуса теплохода. Напомним, на июльском заседании городской думы депутаты в рамках корректировки бюджета уже утвердили дополнительное финансирование на ремонт теплохода. Слушайте, у нас Юнга Камы будет золотая. Я прошу к свету думы подготовить справочку вообще, сколько у нас сейчас средств на ремонт этой Юнги Камы потребуется. Вообще нам оно надо? Такие деньги бюджетные тратить? Я не знаю. Депутат Вера Поморцева подчеркнула, что этот теплоход Березнякам необходим, ведь на нем проходят занятия у детей. Но расходы на ремонт также порекомендовала сократить. Следующий вопрос – приватизация городского имущества. Народным избранникам предлагают исключить из этого списка несколько объектов. А здание бывшего детского сада на Гагарина, 17, наоборот, хотят передать в частные руки. Наталья Лежнева пояснила, что управлением образования этот объект использоваться не планируется. В старой части города садики остаются востребованными. В этом районе расселяемых домов особо нет. Там снесли буквально два маленьких дома. Настолько спрос на садики уменьшился. Почему? В том районе остался буквально 73-й садик из двух корпусов. Умещает ли он всех? Там довольно-таки далеко. Ребята, которые раньше посещали детский сад на Гагарина, теперь ходят в 73-й садик. Александр Моисеев, начальник управления образования, отметил, что это учреждение сейчас укомплектовано не полностью и в случае необходимости готово принять дошколят. Депутаты запросили подготовить подробную информацию о перераспределении детей в детских садах. От дошкольных учреждений переходим к итогам программы по благоустройству дворов. В этом году в Березняках отремонтировали 16 придомовых территорий. Депутатов же интересует дальнейшая судьба программы. Ведь пока что сроки ее окончания запланированы на 2024 год. Перспективы продолжения программы по формированию современной городской среды в части дворовых территорий. То есть мы сегодня уже видим, что у нас очередь из заявок, она осталась, по-моему, более 70 дворов. Я знаю, что очень многие дворы продолжают активную работу по проведению собраний. Жители многоквартирных домов и по сей день продолжают готовить документы. Оплачивают проектно-сметную документацию. Не будут ли усилия напрасны? Городские власти отметили, что 1 октября будет принят федеральный бюджет, исходя из которого станет ясно, выделены ли деньги на продолжение программы. Кроме того, депутаты рекомендовали изменить и процесс процедуры отбора домов. Необходимо разработать дополнительные критерии для небольших домов и многоквартир, которые участвуют в конкурсе не в первый раз. Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.